МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа новинергию, но в студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядитесь сегодня у выпуску. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На кольке повысилась уроджайность сборжа у Могилёвской области и у яких районах завершенный обмолот сборжа на присядебных наделах. День веда у Сонечна, Ти Дождлива и Як Могилёвшина, Сустрыкая, первый день в осени. Выданием якой книги планует значить свой юбилей Могилёвская областная дуркарня и мяс Перидона Соболя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уроджайность сборжа у Могилёвской области повысилась до 36,3 центнера с гектара. У поведомили у областей Легасхарчи. Усяго засталось убрать 1% площадью. Найбольшая колькость у городским районе – 1300 гектаров, т.е. 5%. На допомогу господаркам пришли комбайны суседних районов. У след за колоссовыми поведомили аграрии по шнецу уборка гречки и проса. И поспевая кукуруза на зерне. Бобруйский, Кировский и Костюковицкий районы завершили обмолот сборжа на присядебных наделах, некоторые только приступили до уборки колоссовых у населенства. Дапрыкладу, в Бялыницком районе гэтай работы плануюць выкнаць за 5 дзен с уликам выходных. Гэта вёска голуба у Кабялыницкого района. У многих селян пасеяны колоссовые, дапрыкладу. У Наталі Уладзиковой з одного боку ячмень и пшаница, а з другого – жита. Усё окаже для ласной господарки. Ячмень и пшаница смешали вместе для животных. А кого держите? И утки, и индюки, и уси, и куры, и поросёнок. Это уже вместе пойдёт курам, а то будем уже молоть. На муку? Да, на муку молоть. А для кого? И для поросёнка, и собаки есть. Комбайн вовремя пришёл хорошо. Вот вчера в колхозе дожали, и уже комбайн сегодня пришёл. У колхозе Радзима Белынинского района за обмолот одной сотки працовники господарки и пенсионеры платят 50 копеек. Иньше – полтора рубля. З уликом Кольки Палева берет комбайн, гэтылит шефская допомога. Отслеживаем, чтобы каждый участок до последнего был обмолочен. На сегодняшний день у нас в 31 населённый пункт 437 участков. Это порядка 75 гектар получается. Дабы мы не теряли самое драгоценное – это время. Как правило, есть ряд организационных моментов. Это оповещение населения о том, что комбайн идёт на тот либо другой населённый пункт. Это, как бы банально не звучало, даже пресловутая наличность. Дарэчы, у Могилёвской области убрано больше за две тратины селянских наделов. Усяго ж населёнством пасеяно больше за 6 тысяч гектаров сбожжевых. Татьяна Сергеевич, Виталь Аляксеенко, Новины Региона. Невеликий образ Баркалабовской Божией Мати, знайденный у огрородку Глухи Быховского района, у чатия археологичных раскопок. Специалисты меркуют, что литый образок датуится 18-м стагодием. И разом с монетами, якие знайшли на месте, где к листе у Глухих стояла Миколаевская церква, образ станет экспонатом Быховского историко-кроизнавшего музея. Мы находимся на месте старого храма в деревне Глухи. Церковь была святого Николая здесь. Интересно тем, что здесь крестили нашего прославленного маршева Красовского, который женится в этой деревне. Миколаевская церква у Глухих была узведена напраконцы 18-го стагоди. Драуляны будынок заруйновали у 1960-х годы. Цепер засталось только вязковое место – царковище, где старые липы, памятный крыш и надмогильные плиты. Здесь хорошо видно «Ро-Ку-1780». Миновито плиты, на яких читаются надписы на польской мове, и стали нагоды для раскопок. Бо як стасуются православная церква и католицкие могилки. Отказу пакульняма, але є знаходки. Сярод их образок Баркалабовской Божией Мати. Просто феноменальная находка для региона. Интересно тем, что аналогов я не нашел нигде. Я пролистал правопати за эти две ночи литературу. Смотрел в интернете, на сайтах водоискателей смотрел. Может, они подобные ходили. Аналогов я не нашел. А налетая в век 18-19, в 19-м уже стали больше делать не литье, а чеканку. Поэтому, вероятнее всего, это будет век 18-й. Интересно, это Баркалабовская икона наша святыня, поэтому этот образок пополнит фонды музея. Я думаю, в десятку лучших экспонатов он войдет. Цекавая деталь, образок уже коронованный, а дрознение от великого образа Божией Мати, який заховывается непадалеку у Баркалабовской монастыры, який верники лечат судотворным. На раскопках разом с директором музея працуют волонтеры, у дельники группы «Быховский рубеж». Гэта – працевники предприемства, однако у вольный час яны допамагают археологам шукать стародавние речи, такие, як образок. Вот этими руками вытащил сразу, посмотрел, медяшка. Так, не растирая, отдал специалисту, а он уже начал радоваться. И эта радость передалась и мне. Мы не будем знать истории, у нас нет будущего. Историю надо знать. Раскопки только лишь раз почались. Из находки археологи лечат за степлые. Ковалок цеглы-пальчатки, кованые цвяки, ковалки-керамики и монеты от старосоветских до больше старожитных. Ден, га, два слоя, и вот здесь дата 1737 год. Ну, орел здесь виден, я думаю. Показывай. Полкопейки Николая II. 1898 год. Археологи сподяются, что и они выйдут на больше богатый культурный слой и счастливые знаходки. Текавица раскопками и мясцовые жихары тому, что памятают церкву. Люди все приходили на роднодетые, как раньше бабки. Переднички свои беленькие подевают, одежки свои, юбки длинные, с оборками. Вот это вот с детства, я помню, у меня там был праздник, большой праздник. История Миколаевской церкви текавить у сих. Раскопки у глухих протягиваются. Илона Иванова, Виталий Алексеенко, Новины региона. Первого вирусня школьный звонок прозвинить для 110,5 тысяч школьников Могилевщины. Значная селетняя падея в сфере эдукации – открытие укричеве новой школы. У целом по области в этом году колькость наученцев на узровне агульной средней обэдукации возросла на полторы тысячи человек. 11 600 маленьких жихаров Могилевской области селета сядуть за парты у першыню. Тематичные мероприемства, присвеченные початку нового научального года, традиционно проходят в этой дне по всей Беларуси. У Могилеве свято для першыклассников витаю школа провела громадская организация «Белая Русь». Свято ладилася у скверы 40-го перемоги. Будучи першыклассники не только поудельничали у цикавой концертной гульнявой программе, они имели мягчимость отримать корыстные веды по обеспечных поводинах от специалистов Министерства по надзвычайных ситуациях. Разом с представниками Дярж-Аутоинспекции повторили правила дорожного руху. Да, святкование початку нового научального года долучается уся в область. У приватности областная и городская организация Беларусского союза «Жан-Чинтак» самовеншевала школьников с днем ведау, наведывала семьи. А вот городское дитячее свято с нагоды 1 вересня почнется у Могилеве у 12 годин на набережной Дубровенке. Школьников чакая концерт, спортивные конкурсы, презентация клубов и секций. Нарочи записаться у гуртки и установки додатковой адвокации можно будет непосредственно на месте. Доброму настрою на день ведау посправляю и на дворье. Сонечными и практически без опадков чекаются первые выходные в осени. Температура поветра до 18-23 градусов тепла местами до 25. Не примать подарунки, а робить их самостойно. У свой день на роджение рады Могилев, якому исполняется 20 год, протягивая широк доброчинных акций. На шарзе ремонт трех детячих пляцовок у Могилеве. На улице Орловского, Бульвара Непокоранных и Пушкинском проспекте Аминавита Атсюль и стартовал так званый радыно-рамонтный марафон. Я тут всегда гуляю, ребята так сильно стараются, молодцы. Ну, я тут недалеко живу, 29-й А дом. Что изменилось? Все такое стало красное, красивое, яркое на солнце. Особенно понравился больше всем Дед Мороз. Он был очень зеленый, страшный, да. А сейчас он такой красный, как раз к Новому году подойдет. Настоящий Дед Мороз? Да. Даниил один из множеств малых, которые что дня проводят не одну годину на этой детячей пляцовце. И она одна из самых запотребованных в районе. В окол прикладно 10 шмат поверховок. Косметичный ремонт – подарунок не только для жахаров, а и допомога мясцовому ЖЭУ. Во-первых, конечно, у нас сегодня немножко людей не хватает и своих сил. Поэтому мы очень довольны, спасибо. И я считаю, что инициативу эту надо продолжать и дальше. Ну, очень красиво, очень спасибо. Вообще, помощь неоценима. Мы пришли сюда от лицея. Нас попросили, мы здесь красим. Скажите, а сами им приятно, что такую работу делаете? Да, приятно, потому что люди потом будут ходить, восхищаться всему. Дети тоже, я вижу, уже восхищаются. Этим нравится им здесь тоже. Ну, надеюсь, что будет им понравиться очень сильно. И будут ходить сюда часто. Все красиво, у вас краска на щеке. Сами радыщики назвали першую частку акции коммунальным четвергом. Як свою информационную программу. Але гэтым разом я напера утворилася у реальный ремонт. Что у человека всегда на виду? Это то место, в котором он живет. И поэтому мы подумали, что полезно будет, если мы приведем в порядок, например, несколько дворов. Много мы не сделаем. Мы все-таки радиостанция, это не основная наша работа. Но если, например, кто-то послушает, кто-то посмотрит, а жители этого двора потом будут видеть это постоянно, им будет приятно. Мы уже видим по откликам, насколько эта акция пришлась и детям к душе. Потому что я и проводила опрос сейчас вот на детской площадке. Я вижу, как горят глаза у мальчишек, которые здесь пропадают просто сутками. Нам очень приятно, что наши дети будут играть на яркой, красочной площадке. Ну и, конечно, мы очень рады. Личба 20 – не только радыйный взросл, а и прикладная количество акций, которые заплановали наши коллеги-радыщики. Доброчинный марафон, просвеченный Дню народжения, протягнется до Нового года. Катерина Балукова, Александр Артемьев. Новины региона. У ДТЗ под Могилёвом загинул велосипедист. Трагедия отбылась 31-го ждневня у 9 годин ранец. Как поведомили у Держа Аутоинспекции, 50-ти годовый же Харба Бруського района рухался на велосипеде по автодорозе Могилёв-Гомель. Недалеко от везки новоселки ягус бил автомобиль Мацубиси, який ехал у бок областного центра. Это очень быстро произошло, пару секунд, бил удар, стекло всё в осколке, ничего не видно, меня понесло в обочину сюда. Предварительно причиной ДТП послужило то, что водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения. Как поведомили у Держа Аутоинспекции, по факте ДТЗ проводится проверка. Распочата криминальная справа. Могилёвская областная друкарня имя Спиридона Соболя рыхтуется до векового юбилея. И хотя 100 год её исполняется у студене 2018-го, подрыхтовка до святкования идёт полной ходой. Самый значный подарунок друкары сбираются зарабить сами. Отзначит 100-годовый юбилей Могилёвская областная друкарня имя Спиридона Соболя сбирается выданним книги про свою историю. Особной темой выданья станет тема книга друкования, и кумыселита в Беларуси исполнился 500 год. Над твором працуя вядомы могилёвский историк и письменник Миколай Борисенко. Книга обицае быть вельмизмястовной и иллюстрованной. У могилёвской друкарни богатая история. Зараз полиграфичная продукция тут самая разностайная. Сдруг выходят все областные и городские газеты, рекламная и школьная продукция. Что месяц, сколькость аркушев, которые выходят из друкарни, увеличивается миллионными таражами. Рамесники могилёвшины экспонуются на выставах новый вид сувениров. Уся родновины, кляняные дорожки и нават диваны, які упрыгожаны соломкой. Мастеры рассказывают, что такие речи у минулой ста годзі были популярны у селянских хатах. И вось рамесники адрадзели гэты вид декоративно-прикладной творчасти. Под рабязанстю от Татьяны Сергейчык. Композиции с кветок живёлы. Звычайный селянский мотив. Сёня наватся стражилу мало хто узгадая вось такие диваны. Мешковина инкрустована соломкой. А неколи гэта было сапраудным упрыгожыванием хаты. Все ковры выполнены по старинной технологии. У нас они маленькие где-то, чтобы удобно было их перевозить по выставкам, по ярмаркам. Но в старину были ковры даже где-то 2 на 3, 3 с половиной. Какая мастерица, если она захотела похвастаться перед соседками, значит она большущая ковры. Даже вот и находили такие ковры в пределах 2-3 метров. Гэтую технологию адшукал и адрадзела рамесник Сгулского района Софья Месник. По словах специалистов областного центра творчасті, яна адзіныя у Могилевской області овалодала гэтым стародавнім майстерством. А крамя диванов, по такой же технологии робіць дорожкі, ті рушнікі, упрыгожывання для столов. Она делает вот такие рушнікі, вот у неё коллекция таких рушніков. Это уже современная мешковина, да, и вот она вот так вот её красиво оформляет, как и подарочные сувениры. Причим, такими сувенирами особливо цікавятся замежные гости. Даречи, фарбы на соломку майстрица робіць так сама по стародавнему рецепту – зраслін. Татьяна Сергійчик, Миколай Соболёв, Новини регіона. Усі новини про життё в області глядіться на нашым сайті tvrmogilio.baya. На этом я з вами развітуюся, дякую вам за увагу и до сестречі в эфіре. Дякую за перегляд!